Сегодня 1 августа и сейчас открывается биржа, вот сейчас 9 часов 58 минут, через 2 минуты Откроется биржа, предыдущая неделя началась с того, что доллар потихонечку начал расти, то есть он перестал падать и начал, либо остановился, либо начал расти Я жду роста доллара к рублю, то есть падение рубля, ослабление рубля, поэтому у меня сейчас позиция следующая, дельта 11,28 Вот, то есть настроено резко на рост доллара Вот, если будет расти, ну это значит, что 11,280 долларов у меня, грубо говоря, куплено и на эти деньги у меня будет идти прибыль Вот, ну, соответственно, если будет падать, то будет падать Что у меня дальше? В пятницу перед закрытием биржи я понаставил кучу всяких заявок на продажу по хорошей цене, как мне казалось Вот, ну вот этот вот пут, например, да, почему он здесь стоит, почему цена не очень хорошая? Потому что, потому что, потому что, потому что это пут, потому что в случае роста эта цена еще больше упадет и эта заявка не сработает Теперь дальше, еще один пут, ну здесь тоже, в случае падения, в случае, если будет падать, то вот эти вот путы, эти заявочки должны сработать И у меня зафиксируется еще больше прибыль, еще больше дельта увеличится Вот, что дальше у меня? Кол, покупка кола Значит, вот это вот будет останавливать мою прибыль Эта заявочка будет останавливать мою прибыль, а вот эти две заявочки будут увеличивать, ну не мою прибыль, а, соответственно, увеличивать дельту Вот, почему я сделал это заранее? Потому что сейчас сделать это невозможно То есть, вот, все понеслось, смотрим, опа, где они? А они сработали Они сработали Вот они, у меня уже 36 колов и, значит, вот, смотрите, они рванули вниз, сначала курс У меня сработала покупка колов, у меня стало 36 колов, то есть, сейчас у меня, смотрите, дельта намного больше и моя прибыль идет больше Вот сейчас я обновлю данные Видите, как медленно все работает при открытии биржи и сейчас я обновляю данные Уже 14 дельта То есть, грубо говоря, у меня купилось еще буквально 3 фьючерса, 3000 долларов, грубо говоря Вот, и, соответственно, все идет вверх Со скоростью 14 фьючерсов Дельта это скорость Ну, если кто не понимает, что такое дельта, то все, кто закончил курс дельта для чайникова, они все это понимают, естественно Что такое дельта, что такое вот эта опционная стратегия и как на этом можно заработать Ну, а те, кто не понимает, у тех есть все шансы Вот, что я хочу сказать Посмотрите, у меня в данный момент 119 тысяч денег на этом счете 119 тысяч Грубо говоря, на эти 119 тысяч рублей у меня куплено 14 тысяч долларов Вот сейчас, да, вы видите И все это растет То есть, я получаю прибыль от 14 тысяч долларов 14 тысяч долларов, это почти миллион рублей Вот вы понимаете, как все это будет Сейчас давайте посмотрим, как изменится вариационная маржа Она скоро изменится Вот, дело в том, что вариационная маржа, вот эта прибыль дня Она меняется не так часто, как Ну, она меняется там раз в полчаса Актуализируется, поэтому Поэтому сейчас Ну, вы видите, что на открытии все это так достаточно сложно И рост идет совершенно безумный То есть, у меня прибыль идет очень хорошая Сейчас Дай бог, чтобы все так и было То есть, вот она смещается сюда Ну, денежки зарабатываются Вот, что я хотел сказать Что, ну, вот сейчас вот уже было минус 2000 Стало плюс 3000 Соответственно, 5000 заработалось Как бы, вот, на 5000 увеличился депозит Вот, вот с такой скоростью можно зарабатывать денежки Ну, буквально на открытии биржи И, вообще говоря, на том, что Ну, на росте курса доллара А рост курса доллара, ну, он как бы достаточно Логичный и очевиден Сейчас 1 августа Потому что сейчас закончится налоговый период Когда экспортеры продавали доллары для того, чтобы избавиться от Не избавиться от выручки А для того, чтобы заплатить налоги Вот, и, соответственно, вот у меня такой рост Ну, вот, вот вы видите, что вот он сдвинулся Немножечко, да И тут этот сдвиг, он небольшой Вот здесь вот Но, тем не менее, уже на 5000 все сдвинулось Рублей То есть 5000 рублей На 5000 рублей увеличился Ну, это меньше, чем 5%, конечно Но это, извините, за 15 минут после открытия биржи Вот такие веселые истории можно устраивать На открытии биржи и на срочном рынке Если вы хотите научиться этим заниматься То, милости просим, есть у меня курс Биржа для чайников и опционы Биржа для чайников – это общий ликбез На котором я рассказываю просто о... Ну, обо всем, так сказать, как открыть брокерский счет Как пополнять вообще все-все-все азы То есть вы будете разбираться вот во всех этих стаканах цен и так далее Но вы не будете разбираться в срочном рынке Для того, чтобы разбираться в срочном рынке Есть дополнительный курс опционы Он стоит ровно столько же Но если вы не прошли биржу для чайников Если вы ничего в этом не понимаете То курс по опционам для вас будет, сразу могу сказать, темным-темным лесом Биржа для чайников идет для... Ну, для вообще вот таких вот деревянных людей А которые вообще ничего не знают Вот, после того, как они пройдут биржу для чайников Люди у меня, даже бабушки 60 лет начинают торговать Ну, а курс по срочному рынку Фьючерсы опционы Называется опционы Он, конечно, для более продвинутых Там придется, ну, какие-то знания и математики И пространственное воображение, и графики И я сразу могу сказать, надо будет в этом разбираться Потому что там, ну, там побольше немножечко математики И побольше науки, сразу могу сказать Но оно того стоит То есть, если вы хотите заниматься То этим надо заниматься и прямо сейчас Потому что сейчас наблюдается самая большая волатильность И на этом можно заработать, ну, достаточно большие деньги Как вы видите прямо сейчас Вот, сейчас вы видите, что у меня уже, так сказать, сработали заявки Которые были выставлены ранее Некоторые У меня дельта уменьшилась уже в районе 13 Продолжает расти Уже 4690 То есть, общий мой депозит вырос уже на 6 с лишним тысяч На 7 с лишним, я так полагаю Ну, и, значит, дальше идет рост доллара Мы наблюдаем это дело Вот такая история На сегодня все Лайк, подписка и до встречи С вами был Демитков Юрий В этот день все не закончилось И через некоторое время в 10 часов 22 минуты было Вот так, как вы сейчас видите Потом в 10 часов 58 минут Состояние было еще лучше Ну, а потом было очень драматично Все упало И в результате минус Вот, но об этом я расскажу, наверное, в другой раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok